Анна – профессиональный нейрореабилитолог, провела мастер-класс по использованию лечебного костюма «Регент». Он используется в реабилитации детей с ДЦП. Чудо-костюм разрабатывался Центром авиакосмической медицины. Технология пришла к нам из космоса. И ученые, врачи, которые занимались проблемами космонавтов в космосе, почему, собственно говоря, двигательная сфера страдает и из космических ракет выносили на руках космонавтов в свое время. И пытались эту проблему решить. И как раз энеррофизиологи пришли к тому, что разработали эту технологию, и она в индивидуальном порядке используется в костюмах космонавтов. Благодаря костюму создается так называемый скелет с нагрузочными элементами. Это максимально приближает ребенка с ДЦП к физиологической ходьбе. Таким образом формируется внутренняя мышечная память и правильный стереотип ходьбы. После каждой процедуры он лучше чувствует свое тело. Потому что большая проблема в том, что когда они наступают на ногу, большая проблема в том, что они просто боятся падения из-за снижения чувствительности, например. Поэтому не используют в ходьбе. После костюма им становится чуть менее страшно, они чувствуют лучше свое тело. Это как раз то, про что я говорила чуть выше, воздействие на праксис. Костюмы очень помогают в работе инструкторам. Заниматься с детьми в нем могут и родители в домашних условиях. Это большое поспорье для реабилитационных центров. Теперь детки в рамках нашего проекта при поддержке фонда президентских грантов смогут у нас в центре заниматься в этих костюмах. Мы приобрели и с самого маленького, ну именно такие ходовые размеры, чтобы как можно больше деткам смогли мы оказать помощь. Такие технологии активно используются европейскими странами. Специалисты уверены, они могут помочь многим детям и в нашей стране. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...